Всем привет, дорогие друзья, продолжаем мы проходить вампиром и, короче, пойдем. Надо добраться до особняка Леди Эшбери, но тут что-то у нас есть, микстурки всякие. И я уже говорил это в прошлых сериях, еще раз повторю, что идем мы только по сюжету. Да, будет сложно, это, конечно, будет, это 100%. Ну, а что нам еще остается, ребят? Потому что побочные задания здесь скучные. Я это с самого начала начал выполнять все это, начал слушать диалоги и просто это скучно, уныло. И вы это все прекрасно помните и понимаете меня. Те, кто играл в игру, те тоже самое поймут. Я играю, тем более, во второй раз, мне сейчас важен только лишь сюжет. Ну же, я не могу забить на игру, неважно. Играл я в нее или нет, но у меня такая претензия, ну, к себе, что... Ну, ты начал, так закончи. Ну, вот я и продолжаю. Так, опять он. Что тебе надо? Я даже знаю, как его зовут, а настоящий. Ибо земля истекает кровью, и сейчас жатвы близок. Уходи, кто бы ты ни был. Сейчас не время для склок моих защитников. Неужели ты не слышишь? А-а-а, так, это... Ну, я не твой защитник. Нет, твой защитник. Не заблуждайся, сын мой. Ты защищаешь того, чья кровь течет в тебе сейчас. Я просто помню, как его в самом начале звали. Ну, вот когда я первый раз играл. Я чувствовал твою боль, сын мой. Не покоряйся. Молчи! Проваливай прочь! Стране нужен добрый защитник. Ты нужен всем и каждому. Заткнись. Я устал от всех этих... И все, кто играл... Угу. И все, кто играл, короче, в эту игру, те знают, кто он такой. А те, кто не играл, я спойлерить даже не буду. Так, тут что-то интересное. Угу. Быстро. Так, давайте сначала здесь все осмотрим. Ну, что здесь может быть что-то интересное. Я не знаю, я не по сюжету знаю еду, но обултать-то надо, чтобы продать все что, потом купить патрончик те же самые. И что я сюда пришел? Ради пяти шерлингов... Шерлинги... Шерли... А, вот, вижу. Да. Хорошо. Чего, простите? А я... А-а-а... Подождите. Разве я здесь не был? В принципе... Да, я здесь был, алло. Потом я поднимался так. Да, я был, 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 был. Здесь я гнался за своей... сестренкой. Прикольно. Вороты были закрыты. Не хотят войны. Они ее получат. Чтобы не натворила эта девушка, такого наказания она не заслуживает. Это да. Но, что еще остается? Так. Она как раз вон-то в этом, где-то там, где они сражаются. Отлично. Я даже сражаться не буду. Я лучше потом вот с ним буду воевать. Чем я буду воевать с кучей них, тратить здоровье, все это. Дальше. какой-то ну знаете уровень хоть и повыше но так не ребята давайте без меня вот эти все приколы куда-то мульти то туда куда-то на вот особняк давайте без меня да я уже повеселился слегка теперь давайте сажена живет здесь какой богатый особняк ну а чё есть куколит почему бы не завестись таким хорошим особняком все скажу я даже не помнил что у нее такой красивый особняк посмотрим что она предложит доктор рид привет добро пожаловать как ваши дела учитывая случившееся да все говорят лишь о смерти и болезни прошу вас входите нам надо многое обсудить надеюсь я вам не помешал ни в коей мере напротив я рассчитывала что вы придете какая странная картина красивая хоть и несколько мрачная и удивительно величественная давным давно один друг попросил нарисовать ее для него но в итоге картина осталась у меня не знал что вы нарисуете миледи вы еще многого обо мне не знаете юный акон прошу зовите меня джонатан пожалуйста простите меня джонатан я часто подшучиваю над друзьями когда мне неловко что вас беспокоит ваше письмо меня очень встревожил поговорим об этом чуть позже а пока расскажите о себе что вы делали после нашей прошлой встречи друг мой я пришел к выводу что мой создатель кем бы он ни был могущественный вампир и наверняка очень старый почему вы так решили он единственный бессмертный которого я видел в бесплотной форме его голос слова шли будто из глубин времени это было жутко боюсь вы правы одно лишь то что ваша кровь сделала мэри таким сильным акконом доказывает что вы из древнего рода я чувствую его силу он излучает ее когда появляется большинство древних вампиров англии погибло от рук стражей привана полвека назад интересно кто же ваш создатель никаких догадок часть древних бежала из англии возможно они до сих пор прячутся боюсь мой друг вы лишь пешка в чьей-то загадочной шахматной партии скорее всего но так всегда было кто-то всегда был чей-то пешкой всегда мою сессу арси истории превратили вампира как и меня боюсь конечно кто не был реально пешкой но может пешка обстоятельств тоже в тех кого предали сделали вампирами по легкомысленной ошибки случайных жертв клянусь я не хотел этого если бы я знал тогда как становятся вампирами у вас говорит ученый на самом деле мало кто из нас знает как это происходит лично я делаю все чтобы не увидеть своих жертв вновь о чем вы и обезжалостно джонатан я пью только кровь умирающих и не отхожу пока смерть не настигнет их она умоляла положить конец ее страданиям но мне все равно кажется будто я убил ее дважды простите меня за непреднамеренную жестокость если бы я знала что ваша мэри все еще жива то ни за что бы не отправила вас молиться за нее в ту церковь можете не извиняться ваша поддержка очень нужна мне в это трудное время спасибо друг мой жаль что мы не смогли помочь вашей бедной сестре пережить этот кошмар по-моему это я должен задавать вопросы ведь это вы пригласили меня чтобы уладить срочное дело верно джонатан времени мало не стоит тратить его на формальности прошу поймите меня правильно я бы с удовольствием поговорил с вами о всяких пустяках если мы переживем надвигающуюся ночь у нас будет целая вечность на разговоры а сейчас прошу следуйте за мной джонатан ну ладно пойдем должен сказать ваш дом производит впечатление одно из преимуществ вечной жизни достаточно времени чтобы подобрать мебель себе по вкусу я приготовила для нас чей вы можете пить чай тошнотворный на вкус но мне так нравится аромат произнесем же тост за ваше здоровье джонатан и за ваше это так попила прошу зовите меня элизабет и так зачем вы все-таки позвали меня сюда меня попросили передать вам официальное приглашение на встречу с клубом аскалон кто они на самом деле хранители закона вампиров британии кто-то говорит что они правят империи а кто-то что просто ее защищают сколько их это всего лишь горстка могущественных и коварных бессмертных существ которые плетут интриги управляют международной торговлей тогда они будут бороться с осторожными приманом они будут бороться со стражами прилина не думаю фергл целую вечность служил палачом лорду рэд грейву убив этого зверя вы лишили их мощного оружия почему они говорят со мной через вас они знают что мы близки у клуба аскалон много шпионов они добывают сведения а а потом решают как ими воспользоваться они вам угрожали конечно нет поначалу их решение меня удивило но на самом деле она логично с учетом критической ситуации мне тоже кажется что у них ресницы так скажем блестят от огня они могли бы попросить о помощи воронку ведь могущественный влиятельный вампир вы должны понять что меня для аскалона не существует а сколько я женщина и пока меня не трогают я не возражаю можно ли им доверять можно ли им доверять ни в коем случае поймите меня правильно они могут быть полезны сейчас но их долгосрочные цели расходятся с вашими так зачем встречаться с ними тогда зачем встречаться потому что ни одно важное событие в городе не происходит без их согласия они могут стать вам полезными союзниками круто стоит ли им стоит лгать им стоит ли лгать мы все лжем джонатан решайте сами как себя вести главное демонстрируйте им свое уважение они препятствуют моему расследованию с тех пор как узнали обо мне почему теперь им захотелось меня увидеть мне кажется они сочли что вы им подходите вероятно они узнали о вашей сестре и получили доказательства того что в ваших жилах течет сильная кровь не уверен что могу принять приглашение я знаю как они работают и как первая кровь со временем у каждого вампиров джонатан у вас нет выбора даже я бы не осмелилась перечить лорду редко его председателю клуба на скала и или это же как бы скажем происходит от самого первого вампира наша зная вот если вспомнить аналогию с первородными ну или из не века вампира там все-таки вселенная одна и та же что как бы если например как бы этот клаус не клаус майклсон как хотите называйте тоже как вы можете обратить из десятки они там уже пойдут по степи и из-за этого я не знаю там меняется ли как бы днк у них там я уже давно не помню точно ну как бы сильнее они слабее я знаю что первородные они там вообще их убьет только осиновый кол и все вроде бы осиновый или уже не помню знаю что не клаус там вообще пиздатый как вы персонажи все а тут ты хочется вот реально такой хороший вопрос а как это происходит это от из-за того что это идет от самого первого вампира вот или не от от него прям до меня дошла либо же там как-то это все по-разному например кто-то сильнее может кто-то слабее стать вот вот этот любопытно что почему он сильный из-за того что со временем он стал что логично статика потому что я вот если прокачать джонатона по максимуму будет же тоже сильным вот те кто-то кромсите и все налево и направо и будет легко это ему и как бы вот в этом заключается вопрос они со временем становятся сильные или это как-то передается генетически тут да можно взять аналогию с ее с его сестрой что она тоже стала как-то сильным эконом быстро ну запутанно короче все я даже не знаю посмотрим может потом что-то объясняет когда за вторая часть может быть кто лорд редгрейв основатели председатель клуба аскалон смертные знают его как графа бристольского он богат и невероятно влиятельен вы с ним виделись очень редко он никогда не выходит из своего клуба а женщин туда не принимает даже бессмертных сколько ему лет давно он стал вампиром лорд редгрейв называет себя потомком уильяма маршалла величайшего рыцаря в истории человечества если это правда значит он очень стар насколько велико его влияние клуб аскалон возможно самое влиятельное тайное общество англии не все его члены бессмертны но все обладают большой властью не все не бессмертно среди них есть смертные как это в клубе в основном состоят политики которые стремятся сохранить и расширить границы нашей империи самых преданных награждают бессмертия кто-нибудь из знакомых среди них есть те кого я могу знать алоэзии доусон самый богатый и предприимчивый британский магнат которому пророчат вступление в аскалон уже много лет до интерес если вы считаете что я должен с ним встретиться я последую вашему совету спасибо джонатан понимаю вам не хочется раскланиваться с вампирской аристократией но у нас нет выбора все настолько плохо да стражи привина хотят начать вторую великую охоту против нас они ни перед чем не остановится 2 шо с 1 привина с колонбу сражаться станут ли стражи привина и аскалон сражаться друг против друга сомневаюсь если стражи привина в самом деле начнут великую охоту то полагаю большинство оконов которых я знаю просто уедут из страны дабы избежать резни привина и список пути к вам я видел как они убили эко на у них есть какой-то список если они начинают великую охоту значит разузнали имена и адреса вампиров стражи весьма предприимчивы может дадим им отпор я не собираюсь убегать от них словно дикий зверь я восхищаюсь вашей храбростью джонатан но лучший способ усмирить их это справиться с эпидемией тогда только все уляжется что такое великая охота первая великая охота прошла примерно 75 лет назад всего за несколько ночей стражи привина нашли и уничтожили большинство древних вампиров британии причем начинать вторую стражи привина всегда считали нас бессмертных угрозой для человечества возможно логика это мы стали причиной эпидемии как бы ну да не бессмертный да ему нужна кровь но по факту они же отчасти тоже люди тоже человек ну как бы ладно но да тут можно понять угроза в плане того что они могут истребить людей но давайте не будем забывать что вампиры могут пить не только кровь человека но еще и животных там взять что можно эти да некоторые вампиры могут с безуми из-за этого может быть они слабыми но по факту они же могут выжить на как бы на крови даже я не знаю может синтетическую какую-то кровь делать который будет им продлевать жизнь благодаря как обычная кровь это все можно найти обычными силами вместе объединиться и найти но зная людей зная человечество мы быстрее друг другу глотки перегрызем причем найдем общий язык с чем-то или чем-нибудь прилетят то же самое пролешается если они существуют а я почему-то уверен в этом души ну все-таки вселенная огромная неважно моя точка зрения просто вы думаете что мы найдем с ними общий язык учу наши люди только так в путих распрострашат узнают из чего они сделаны анатомии всего этого ну и представьтесь на конечно же это не понравится минус все мы ну раз они смогли долететь что у нас уничтожить они не смогут ху смогут смотря и конечно какой корабль там будет или еще что-то в этом духе ладно тут уже фантастика ушли давайте как вы уцелели во время первой и обижала джонатан как и многие другие вампиры выжившие в той бойне я вернулась лишь когда убедилась что они потеряли мой след он стоит бежать бегите скорее покиньте лондона лучше страну я видел стражи в деле они никого не пощадят спасибо за заботу джонатан не бойтесь если станет слишком опасно я удалюсь свое поместье в шотландии а вас если хотите спрячу в своем багаже спасибо за предложение я бы воспользовался им но у меня много дел здесь у меня возник вопрос может лорд редгрейв и есть мой создатель вряд ли если бы лорд редгрейв сделал вас не показаться выглядывает стоит там кто-то а это по ходу светильник такой ну ладно что будем делать попытаемся вместе спасти город идите вас колон примите их предложение и воспользуйтесь их влиянием в своих целях принципе да можно как я спасу лондон главная эпидемия вы должны выяснить ее источник и ликвидировать его это лучший способ разрешить кризис как вы поступите вы у меня еще остались здесь знакомые и старые друзья я наведу справки и постараюсь узнать больше о происходящем нам это необходимо на виду ли я своего создать узнаю ли я когда-нибудь кто мой создатель может и нет джонатан мы точно знаем что воссоздал могущественный вампир но многие из них давно покинули англию прошу простить меня но я должен удостовериться это не вы не вы создали меня я знаю вам не дает покоя мысль о том кто сделал вас бессмертным конечно меня бы тоже бы знаете мучил бы этот вопрос кто меня сону как бы сделал вампиром ну серьезно а кого бы не волновал бы этот вопрос ну тут и неожиданно просыпаетесь вы неожиданно вампир сфигали это видите например укус на шее или как-то как то же самое первородных там вообще кровь надо побить и тебя убьют у так но вы же в любом случае захотите узнать кто ваш создатель наше человечество до сих пор ищет создателя некоторые просто мысленно верят в них вы сами понимаете о ком я говорю а некоторые там могут даже пытаться отыскать это кто нас создал ну как бы ну суть вы уловили в любом случае каждый человек захочет знать кто его создатель даже если вы стали вдруг вампиром и захотите знать кто у вас превратил вампира в обратне кто еще там ну выполнили короче ладно продолжаем дайте мне хоть одну идею вы же столько знаете о мире вампиров даже если бы я кого-то подозревала то не посмела бы сразу назвать имя сделаем так и я наведу справки и расскажу что узнала хорошо ловлю на свою когда-нибудь я разгадаю туда и обещаю помочь вам в изысканиях а пока вы должны отправиться в аскала и сыграть в его игру вы еще появитесь пембрукской больницы нет если я вам понадоблюсь ищите меня здесь я постараюсь узнать что смогу и позже поделюсь с вами вы решили бросить больницу нет я просто должна быть осторожной и не привлекать к ней внимание но как вы будете поддерживать силы я и не буду не бойтесь джонатан я к этому привыкла когда мы снова встретимся когда мы снова встретимся полагаю после вашей встречи с лордом редкрейвом не бойтесь мой милый я буду лишь в одном миге от вас не знаю как и благодарить вас за помощь и поддержку вы сделаете мне большое одолжение если будете звать меня элизабет это большая часть милит значит договорились хоть что-то хорошее в эти безрадостные дни что ж благодарю вас за советы пожалуй мне стоит подготовиться к встрече с лордом редкрейвом разве не волнительно познакомитесь с графом бристольским так сказать предположу что он вам не очень позвольте уточнить джентльмены из аскалона уважаемые господа но и взгляды и убеждения несколько успехов понимаю и пока доступ в клуб женщинам закрыт пусть держит при себе свои допотопные представления о естественном порядке вещей джонатан обещаете что будете осторожны разумеется что у вас так беспокоит посмотрите на меня джонатан смотрю нет посмотрите на меня юный окон быть может мы лживы по своей природе но мое сердце всегда говорила правду элизабет ступайте друг мой возвращайтесь ко мне поскорее ну наконец-то можем прогуляться на то эти диалоги выматывают не в больнице какой-то диалог доступен и тут и тут давайте забьем на эти диалоги и пойдем что вы пора посетить аскалон он буквально здесь рядом не поверить война бесконечная стрельба пока черный да на крик ничего вот это все обходить замечательно мне не хочу туда к ним так тут прохода вообще никакого есть мусорка я помню этого вампира на этой войне пленных не берут да я заметил уже это куда а и товарищи опал садика можно открыть проходик в ст.н. не думал что так грустно будет возвращаться домой реально грустно что тут сказать а 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 так что можно с вашей подобрать вот у нее есть что-то интересно у тебя нету ты плохой так я вообще-то мусор бы хотел осмотреть алё ты зачем крыслови ну а немножечко крови восстановили так хочу у меня тут ну принципе 93 у меня тут он у дробовика по ходу максимум серьезно это как раз на босса пойдет это явно можно я прокачал еще дробовик так ну вот это не прокачано смотрите если я ну да смотрите урончик такой да ладно я могу прокачать и 5 уровень влюблен заклепка короче ребят запоминаем нам нужна заклепка 5 штук и у нас просто 800 будет урона это же вы представляете против боссов это все это им габела запомните все я любых боссов сделаю это я могу улучшить нет в принципе потом может будет улучшить но принципе тоже если мы прокачаем и тут оглушение вот тоже самое будет хорошее но оглушение такое то вот это надо качать в принципе может будет реально оглушение поднять на десятку это будет еще круче но уже так мы сможем добавлять кровь конечно да и боезапас можно увеличить наши мы так тут вот поднимем до 181 и тут еще на 40 процентов но это все это это капец так хочу сбывало ее можно как-нибудь улучшить до какого уровня здесь рукоятки не хватает так с мечом чё там блин обычные свинцовой пластинки не хватает на меч надо бы тоже стать к прокачивать потому что ну а чё это мы уменьшать расход на выносливость позволяет поглощать кровь смысл я все-таки тут урон а блин алюминия нету что-нибудь можно так свинцовой пластинки 2 и обычной рукоятки надо я не знаю этот магазин вообще есть поблизости давайте пока домика поблутаем посмотрим что здесь есть интересное заперта но нам но уже сами понимаете чем больше мы качаемся ну оружие лан там уровень дамы прокачаем и нам проще станет убивать но давайте вот вспомним дробали которые вот тогда был насколько на третьем уровне прокачанный он сносила этого фергуса просто охрененно если попадать вот реально там и под 300 урона наносилась и ну где-то по стойкой по 200 300 урона носилась для него это вообще ну серьезно там хорошо так снималась там не вот по столичка вот посолечка а вот по столичка снималась но вы помните это вообще чешуенна здорово у тебя можете не купить поверить не могу вот так чудо мы все думали сэр ваша бедная сестра случилось ужасное я знаю эйвори я знаю что ее убили миссис рид до последнего ждала вашего возвращения чтобы вы помогли с похоронами где же вы были мистер джонатан вас так не хватало до свидания эйвори прошу оберегайте маму до моего возвращения мне нужен магазин надо выполнить купить вернуться поскорее второе письмо хорошо как я уже говорил мне возможно придется покинуть англию хотя бы на несколько месяцев я хочу чтобы ты как можно лучше позаботился о нашем доме пока я в отъезде и пока мой сын не вернулся в лондон я увеличил твое жалование и распорядился о том чтобы тебе выплачивали его его все время пока ты будешь работать ты обещал что ты обещал что защитишь мою дорогую жену и при приложишь все силы чтобы защитить слушать ей за это я от всего сердца благодарю тебя ты единственный кому я полностью доверяю внешне любящий тебя друг обрелит клуб аскалон сердце британского общества добрый вечер мисс подождешь только не это пожалуйста мистер вампир и не убивайте меня я столько еще могу сделать погодите нет вы думали что я что не волнуйтесь доктор я знаю что вы мне не навредите мама предупреждала что вы можете зайти мама меня зовут шарлотта сэр шарлотта эшбри она давно научила меня распознавать вампир похоже она научила вас также но я еще и заметил папа был другого цветами и канами приятно познакомиться мисс шарлотта ночью очень редко бывает такое что у двух белых рождается темнокожий ребенок очень редко такое но бывает да и по днк все сходится да вот такие есть отклонения вот серьезно можете погуглить даже я вот сам был в шоке когда узнал об этом такую даже ситуацию обыграли в этих нет какие отбросы этих бесстыжих вот там помню за этого ситуацию на мне не нужно интересоваться я хочу магазин покажи мне магазин не сервина заканчивать покажи мне я быстренько все сделаю и закончу да что-то как-то много заболтались в этой серии о явно он добрый вечер сэр прошу прощения за беспокойство я врач я сужу людей не по их титулом а по складу ума и вы меня совсем не побеспокоить я как-то сужу их пока складу ума приятно хоть раз получить радушный прием я доктор я джонатан рид рад видеть вас в своем магазинчике доктор о покажи чё ты взглянул на ваши товары мистер раз немножко лучше на напомню закупки нужны так вот пластина но давайте топор продадим пофиг вообще не сдался никаким бокам так стоп суп 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 посмотрите вот теперь у нас есть вот еще одну пластину надо взять и я забыл что там еще надо брать давайте избегом еще раз к себе домой ну потому что тут все рядом заметьте вот наш дом вот магазин наш я реально забыл что нам надо помню заклепки нужны и все это дверь вообще эту смотрю нет ой да ладно я пропустил тебя зарастой смотрите что тут ладно тут заклепки нам нужны 5 заклепок у него я вообще за этих заклепок в упоре не видел обычная рукоятка нужно потом до садька там часть есть хороший давайте обычную сначала разберемся с обычной но дробовик это просто пушка сейчас если я еще и заклепки у него куплю так это вообще шикарно будет я знаешь что в этих по два магазина что один там ориентирован на что-то другое но здесь офигенно так давайте ка еще одно обычно смотрите ка нету тут бляху я не знаю я просто купил мог заметьте нету ну давайте я попробую поспать что ли заодно чем прокачаем у нас 1355 это получается мы скорее всего 20 сейчас поднимем уровень я хотела бы почитать у матушка мама добрый вечер где ты был мой блудный сын это я мама я наконец вернулся домой да ибо это мой сын что был мертв и снова ложил он пропал и вновь нашелся но где сестра твоя где же мэри мэри она ее не стало мама я знаю что ее не стало вопрос в том вернется ли она также как и ты я так скучаю по своему внуку много дней прошло с их прошлого визита всего доброго до свидания сынок так ладно там обсуждать очень долго давайте приляжем я понимаю может другой магазин надо там будет поискать дальше выдох дон 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 серьезно как раз вот для этого нужен 20 прикиньте ну давайте наконец-то здоровье прокачаем для подождите где тут само здоровье наше состояние вот здоровье давайте его качать 20 мы не найдем но 300 тут нигде нету больше здесь 600 здесь я вообще молчу полторы тысячи статика надо будет не хватит здесь 600 надо больше патроны шкаф качать потому что но это вообще офигенно здесь полторы три опять 7 к нужно чтобы прокачать 7 вы чё там курились чё реально за 30 ничего вообще нету да ну это обильно вообще бы вот это я бы еще бы прокачал его чему вы нет уметь и стилистически вот эта картинка напоминает дешево ритм не напоминает просто так хорошо но мне так ну тут тоже стать и вы научились эффективно используются теперь ваш удар оглушает вы наносите жертву такую глубокую ровушу прикажем попадание поглощаете кровь противника офигенно мне просит это качать вот реально куда больше потому что теперь он будет и оглушаться при моих ударах что вообще офигенно ладно короче сохраняем неинтересно неинтересно добрый вечер я до сих пор не вижу значит где-то тут есть еще магазин это я накуплю чисто на всякий пожарный давайте поищем быстренько другой магазинчик магазин добро игла нет это не магазин неинтересно слушать один да вот магазину другой может другой стороны там как бы так ну тут нет я увидел там помойка но не хочу еще одну вижу всего доброго шерлона ладно передавайте поклон матери когда ее увидите она так занята последнее время так вот первым магазином так хорошо как быстренько найдем закончить потому что но у меня идей сад темпом воно сад не заходите все буду я сейчас дам проблемы с ушами это единственный магазин на всю округу они конечно я могу сбегать но мне кажется заклепка должна продаваться уже здесь добрый вечер доктор и дивная ну что я понимаю здесь white chapel он близко но я думаю давайте я вне серии короче сбегаю взглянул на ваш хотя бы посмотреть есть или нет на нашу но тут я закрепок вообще не вижу хоть убейте вижу свинцовую чем продать можно нет тут тоже из этого да я лучше пока продавать не буду просто ладно вот это да нам нужно вот эти детали это понятно ну а заклепка где ее взять ты уровень до так вот информация часть обычной рукоятки бы еще надо у тебя там не было добрый вечер я смотрите у него даже обычную рукоятки нету ляха муха ладно я сбегу давай чепова посмотрю что там есть и в следующей серии расскажу все объясню что там как было если нету ну короче то все следующей серии а пока я благодарю все кто посмотрел не забудьте поддержать лайком и подпиской и всем удачи и до скорой встречи